Как придумать крутое имя для своего YouTube-канала? Я расскажу вам несколько простых шагов, которые вы сможете сделать уже сейчас, чтобы как можно скорее придумать подходящее и запоминающееся имя канала. Поехали! Привет, меня зовут Артур, и это канал Movavi. И выбор цепляющего имени канала может быть непростым решением. Название говорит о вас, о контенте, который вы создаете, и о вашем бренде в целом. Поэтому вполне оправданно уделить этому достаточное количество времени и не торопиться с выводами. Может быть, у вас сейчас ступор, каша в голове, либо у вас уже есть список классных идей, но вы не уверены, что лучше выбрать. Шаги в сегодняшнем видео помогут вам намного быстрее определиться. Также обязательно зацените в описании список сайтов, которые могут помочь вам в выборе имени. Итак, шаг первый — сделать таблицу, где расписан весь контент, который вы будете создавать на свой канал. А если точнее, на какие темы вы будете рассказывать. Какая ниша или индустрия, о которой вы будете вещать. Насколько широкий охват у этой ниши, она более массовая или более узконаправленная. Какой стиль будет у вашего контента. Например, в нашем случае это тема создания видеороликов и развития YouTube-канала. А сам тип контента — это обучение ролики в формате how-to. Какие еще могут быть примеры? Это могут быть влоги, обзоры, развлечения, игры, например. Есть много видео, которые вы можете снять, но вам нужно более конкретно и ясно представить этот формат, который вы будете делать. Если вы думаете о том, чтобы на старте выложиться в лицензионный софт для создания видео, то у вас есть шанс со скидкой 15% купить бессрочную лицензию на бестселлер от Movavi. Пакет программ Movavi Video Suite 2021. Movavi Video Suite 2021 — это интуитивно понятный пакет программ, включающий в себя новейшие версии Movavi Video Editor Plus, Screen Recorder и Video Converter Premium. Главное меню Video Suite можно подстроить под свои нужды, переходить из него к обучающему контенту или магазину Movavi без необходимости открывать браузер. В общем, наши разработчики постарались сделать этот пакет программ удобным и понятным не только для продолжающих видеомейкеров, но и начинающих. А в качестве дополнения к Movavi Video Suite очень здорово подойдут наборы эффектов «Мой YouTube-канал», «Ставь лайк» и «Спокойный минимализм», которые созданы специально для YouTube и соцсетей. После установки наборы встроятся в библиотеку видеоредактора и применять их можно будет простым перетаскиванием. По нашему специальному купону на скидку 15% вы можете получить Video Suite почти по цене Movavi Video Editor Plus. Все, что нужно сделать, просто перейти по ссылке из описания или закрепленного коммента. Там же будет и скидка 15% на все перечисленные эффекты. Когда с этим определились, шаг второй — четко сформируйте конечную цель. Вам нужно построить личный бренд или, может, вы начинаете компанию, а может быть и то, и другое. Если сложно сразу это понять, то свое официальное имя может быть хорошим вариантом для начала. Вы сможете построить свой личный бренд и начать с этого. Но имейте в виду, что если вы захотите потом сделать компанию, бизнес из своего имени, захотите привлекать больше людей в компанию, это может быть чуть сложнее по сравнению с вариантом, если бы у вас было какое-то более конкретное имя, отражающее деятельность этой компании. Это все можно будет сделать, но стоит учитывать, когда вы начинаете. Например, Movavi Vlog, бренд Movavi в названии и второе слово «влог» сразу дают представление о том, что это командный канал компании. А само название Movavi, к слову, это форматы MOV и AV, что дает понимание, что канал о создании медиа-контента. В то время канал Артур Вишневский — это именной канал, то есть личный бренд, который не дает прямого понимания, о чем я говорю на канале, но постоянные зрители канала уже ассоциируют имя с темой канала, они знают, что я создаю контент и обучаю этому. Или, например, мы придумали название к развлекательному каналу «Удалой», потому что его настоящая фамилия — «Удалов». Мы посчитали забавным превратить это в «Удалой», потому что сразу отзывается что-то развлекательное, что идеально для такого канала. И это классный способ для создания названий развлекательного канала. Берете фамилию или имя автора, модифицируете его и получаете название канала. То есть я советую вам на старте думать шире, чем просто один YouTube-канал. Думайте сразу на перспективу. Ваши социальные сети, ваш сайт, то есть ваш бренд в целом. Шаг номер три — создайте список с названиями уже существующих каналов, которые вам нравятся. Точно поймите, что вам в них нравится. У них какое-то особое звучание, описывают ли эти названия тот тип контента, который они создают. Есть ли мгновенное понимание, о чем канал только после прочтения названия? Или, может быть, вам просто нравится стиль этих названий? Пройдитесь через список еще раз и исключите названия, которые отличаются только чем-то одним. Например, «Только хорошо звучат», но вообще непонятно, о чем канал. Оставьте многогранные названия и используйте их как пример. Шаг номер четыре — создайте список слов, которые описывают ваш контент и бренд в целом. В нашем случае можно включить слова вроде «видео», «создание видео», «монтаж видео», «программа для монтажа видео», «как развить канал» и так далее и тому подобное. Есть зарубежный ресурс, который называется thesaurus.com или worldassociations.net. Они помогут вам найти много похожих слов, которые сформируют идеи для вашего названия. Например, можно написать «фитнес», и тут появится много слов, которые в той или иной степени пересекаются с фитнесом. Кстати, вы знали, что бренд Asus изначально назывался как Pegasus, что переводится как Pegasus, но в итоге они убрали первые три буквы P и G, чтобы подняться выше в списке при помощи первой буквы A. Большой мозг. Но если вы остановились на личном бренде, то у вас все проще, потому что вам не нужно устраивать мозговой штурм вокруг своего имени. Шаг номер пять — добавьте список слова и фразы, которые описывают ваш подход. Грубо говоря, это игра в ассоциации. Посмотрите на прошлый список слов и подумайте, с чем они у вас ассоциируются, и напишите эти слова рядом. Что-то из этого технически уже может стать частью вашего названия или полностью вашим названием. Но если все еще глухо, копируете каждое из этих слов на сайт ассоциаций и выписываете то, что резонирует. Такие сайты могут быть очень полезны в поиске новых слов для названия. Кстати, такая техника полезна также для поиска новых идей к видео. Набрасываете много разных слов и новые слова вызывают новые образы в голове, что помогает получить небольшой новый опыт и лучше сформировать новую идею. Шаг номер шесть — выберите имя. Здесь будет еще несколько подпунктов, чтобы вам было проще определиться. Те две-три колонки со словами, которые вы создали, возьмите их и начните объединять друг с другом. Это может быть объединение по типу одно слово плюс второе слово, либо это может быть гибрид из двух слов, которые формируют одно новое слово, например, как Movavi, либо это может быть исключение каких-то букв из слова, чтобы сделать более понятное звучание, как, например, Asus. Но в последнем варианте слово должно прям очень круто и понятно звучать, чтобы вы его выбрали, потому что так точно потеряется смысл. По факту, что такое Asus? Вы знаете, это как бренд, но другого смысла у слова нет. В большинстве случаев не жертвуйте смыслом. Это важный момент, потому что у человека сразу должны возникать образы в голове, когда он читает названия. Также учитывайте, чтобы ваша общая тема канала мгновенно читалась и понималась людьми. Например, Movavi, как я и говорил, это MOV и AVI. Мы сразу понимаем, что это что-то связанное с видео, потому что это видеоформаты. Также, к примеру, есть такой образовательный сайт, который называется VideoCopilot. Они объединили понятное слово видео со вторым пилотом. И по смыслу получается, что они как будто ваш второй пилот по созданию видео, то есть помогают вам. Плюс это звучит просто и запоминается. К слову о простоте, ваше название должно быть максимально простым. Запомните, что если вы придумаете сложное название, люди всегда будут его сокращать в разговоре. Например, McDonald's, Mac, Coca-Cola, Cola, Computer, Comp. У меня длинная фамилия Вишневский, поэтому меня часто сокращают как Вишня, потому что это проще сказать и запомнить. Никто не сокращает iPhone или Apple или Nike, потому что эти названия уже простые и понятные. Ваши названия должны быть такими же. Подумайте, когда вы будете говорить людям о своем канале, произносить ссылку типа youtube.com slash название канала, человек должен сразу на слух понимать, как это пишется, чтобы сразу написать и попасть на ваш канал. Он не должен угадывать, так, какие там символы, что-то переспрашивать. Это все препятствия, которые увеличивают шанс того, что они не подпишутся на канал, а тем более менее вероятно купят ваш товар, если вы планируете что-то продавать. Еще одна вещь, убедитесь, было ли такое название раньше использовано. В наше время уже идет перенасыщение контента, поэтому да, скорее всего, что бы вы ни придумали, кто-то уже это использовал. Но не выбирайте то, что уже очень часто использовано, либо использовано кем-то известным, потому что это повлияет на то, сможете ли вы выбрать доступный домен с таким именем, либо название профилей в соцсетях. И не спрашивайте, что думают другие о вашем названии. Это очень субъективный вопрос, и у каждого будет свое мнение о названии. Самое главное, чтобы его было легко произнести и запомнить, чтобы оно имело смысл лично для вас, и чтобы новые люди, в первый раз прочитав название, сразу понимали, к какой нише это относится. И, пожалуй, самая популярная ошибка в выборе имени — не надо откладывать проект из-за имени. Многие любят неделями перебирать название в поиске идеального, когда самого контента нет, ничего нет, зато название отбоженьки. Не давайте названию отвлекать вас от самого главного. Если у вас много мыслей о проекте, начните делать проект, а название придумайте быстро, которое с вами лучше всего резонирует. Даже если оно будет сложновато местами, ничего страшного. Потом сделайте ребрендинг, это займет у вас не так много времени. Вон, Сбербанк недавно Сбером стал, и нормально. Мистер Бист изначально называл себя Мистер Бист 6000. Не знаю, почему 6000, но, разумеется, потом он оставил Мистер Бист, потому что это проще читается. Не давайте названию вас затормозить. Начать проект куда важнее. А в этих видео вы узнаете еще больше информации о создании контента, обязательно их зацените. Также ставьте лайк, если это видео было для вас полезно. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. И увидимся в следующем выпуске. До скорого.